Это видео я снимаю, чтобы развеять возможные панические настроения, которые появляются вот после таких комментариев. Вот Мила Корочкина написала, уже куча людей потеряла всю высаженную рассаду, прошли такие снегопады, что оборвала провода и каюк обогреву. Извините, ну читаю то, что написано. Если написано каюк, значит каюк. Сегодня в инстаграм крики о помощи. Где взять рассаду томатов? Ну зачем спешить? Ей Светлана Клим отвечает, для того, чтобы получить раньше и больше урожай. Это на вопрос, зачем спешить. А от заморозков надо было предохраняться, а не на авось. И я тоже ей коротко ответила, что высаживая нужно иметь все средства спасения. Я всегда об этом говорю. И сейчас очень подробно мы поговорим на эту тему. Ну вопрос, зачем так рано высаживать, зачем так рано сеять. Я встречаю уже так часто в комментариях к своему видео, что я воспринимаю их, ну как чисто риторические. И вот таким авторам не очень хочется отвечать подробно. А вот это видео с подробным ответом я хочу записать не для тех, кто спрашивает, зачем так рано. Раз они не понимают, ну значит, ну как, бесполезно все это рассказывать каждый раз. Я хочу ответить новичкам, которые возможно тоже хотят научиться высаживать рано, получать ранний урожай. Те, которые пишут в инстаграме пропала рассада и ищут рассаду, вероятно они учились высаживать и выращивать не на моем канале, а на каких-то других. И вот зрительница, которая задала этот вопрос, тоже возможно не смотрела мои предыдущие видео за прошлый год, за позапрошлый год. Если бы она видела их, она бы поняла, ну как, уже знала бы, что у меня при ранней высадке, у меня никогда нет падежа, нет сильно, ну никакого ущерба. Все почему? Просто потому, что у меня огромнейший опыт и я уже знаю, что если ты хочешь вырастить, высадить ран на рассаду, вырастить их без ущерба и получить ранний урожай, то нужно относиться к этому ответственно, очень ответственно. И вот я на своем опыте хочу вам рассказать. Смотрите, я высадила здесь, хотя у меня здесь есть подогрев грунта, да, я прогрела и за счет этого еще на месяц раньше высадила, но в прошлом году я высаживала тоже в апреле без подогрева грунта. Вот, у меня есть подогрев грунта, у меня здесь есть инфракрасные обогреватели, но несмотря на это, я же еще поставила дуги, я еще приготовила пленку нетканую, целлофан, я все этим закрываю, и у меня тоже были снегопады, как вы помните, у меня были морозы минус 5, они здесь сидели, вот здесь вот под укрытием тряслись, но не то, что тряслись, это я над ними тряслась, но я просто понимаю, что я обязана создать им условия, если я их сюда выкинула, я за них ответственна, я расшибусь, но я создам им такие комфортные условия, которые не только помогут им выжить, но и которые понравятся им. Вот сейчас пройду туда, покажу вам, какие уже здоровые первые высадки томатов. Если отключат свет, я очень много видео снимала на эту тему, и в прошлом году у нас было без света, и свечами, и газовым обогревателем согревалось. Если я решила заниматься ранней высадкой, выращиванием, получением раннего вырожая, я должна быть во всеоружии, я должна приготовить все. На случай отключения света у меня есть газовый обогреватель, который стоит в сарае. Если закончится газ, я согрею, одну ночь может теплиться, перетерпеть, можно сохранить свечами. Есть видео, где я 8 свечей при минус какой-то там, не помню уже, это было 2 года назад, при минус 4, при минус 5, 8 свечей сохранили полностью теплицу, полную забитую рассадой. Поэтому, ведь это все зависит от нас, и правильно ответили ей, что на авось-то здесь нельзя, на авось и на обум, просто высадил и ушел домой. Если вы хотите высадить рано, если вы хотите получить ранний урожай, если вы хотите, чтобы у вас уже в конце апреля, в начале мая цвели и завязывались томаты, это значит, вы должны относиться к этому очень серьезно, внимательно и заботливо. Смотрите, какие красотули. Я ведь не бросаю их, вот как высадила, и все, и ушла домой спать. Я о них заботюсь, я о них тревожусь, думаю о них. И при каждом изменении температурного режима я прихожу, или открываю, чтобы им было не сильно жарко, или закрываю, чтобы им было не сильно холодно. И вот теперь мой опыт показал, не только этот с подогревом, я даже не буду делать упор на подогрев грунта. В прошлом году я высадила в апреле без подогрева грунта, также ходила, ухаживала, заботилась, и все мои зрители, постоянные подписчики, видели, как рано у меня начали спеть томаты. Ничего не замерзло, только забота, только уход поможет нам сохранить наши ранние посевы, ранние посадки и получить ранний урожай. Я могу вот уже достоверно сказать, основываясь на собственном опыте, что получить ранний урожай в Сибирском регионе, в других очень сложных холодных регионах вполне возможно. Стоит только захотеть. Ну и конечно, тут обязательно прикладывать нужно усилия и проявлять любовь к растениям. Ну как я могу допустить, чтобы они замерзли? У меня такое выражение, ну собой готово закрыть, когда им холодно. Все условия им если создадим, то ранний урожай, все будет хорошо. Я конечно не говорю о тех, кто дачника выходного дня, им сложнее. Они если высадили и уехали на целую неделю, но тут я сразу скажу, что для таких огородников, у кого нет условий сидеть рядом с рассадой, то от ранних высадок, конечно, лучше отказаться или всегда быть готовым морально, что ваша рассада при перемене погоды, если вы не сможете туда доехать, она, конечно, может замерзнуть, погибнуть. У кого-то замерзает, у кого-то от жары сгорает, но это так, если ты живешь рядом с растениями, то вырастить все это, получить намного легче. Я желаю всем успехов, хочу, чтобы у вас не замерзало, не сгорало, ничего у вас не случалось, чтобы вы научились выращивать и ранний получать урожай, и поздний, поздний урожай это тоже классно. Кто-то наоборот отводит место в теплице, чтобы высадить в теплицу вообще в июне, чтобы до самого мороза употреблять свежие из куста томата, но в тех случаях тоже за ними нужно ухаживать, тоже следить от заморозков. Все, до свидания, желаю всем успехов. У нас пока все хорошо.